Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Известно, виртуальные фильтроволюты – это одно из этих фут-трендов, все обсуждали, а у них вообще, и пытались применить это на право и на лево. Вот есть такой контор, который образовались фактически финансовые институты мира, и которые, наверное, писали презентацию, что они, наверное, как они исследовали эти блокчейки, как они исследовали их фильтроволюты, и что это только получилось. То есть эта презентация, честно говоря, ввела на меня огромное хрустение. Потому что это известно, что если они не 20, то, наверное, точно 10 лет. То, что они продемонстрировали как какое-то достижение, это все пространство. Но на пальце-то звучит именно так, что когда-то наберется огромный, длинный профессиональный снег, составный и выставленный транзиск, и он справляется какие-то тривиальные данные. Они наступающие курсы. ДАТА, ПЛАНТ-А, ПЛАНТ-Б, ПЛАНТ-Б, тоже ПЛАНТ-Б. Эти технологии равно интересны, но не знаю практически и цели, и вот. Но мы вообще-то давали. Вот это продолжается, что в некоторых средах исполнения означается некоторое серверо-времени, которое следует, что наступило время протяжа. Этот сервер сообщает систему исполнения о том, что курс валют именно такой, если курс выше такого, то платит сайт 1% если курс, или такого, то платит с другой процент. Это пульный контракт. Есть из двух банков одного регулятора, который на 7-11 марта. Сервер рублей лежит в пульный контракт. Хочет, конечно, какой-то другой уровень абстракции понять, что, собственно, эффектуальная валюта лежит призумной для того, что банк в английском зрении он называет другая не в условном режиме, а в том, что он в том режиме, а в том, что он в том режиме, а в том, что он в том режиме. Деньги, деньги, это главная часть на транзакция, производительные употребители. Есть товары, деньги, есть транзакция на стене. Это экономка строительная модель. И зачем нужно его придумывать виртуальные деньги? Виртуальные деньги, собственно, за мной здесь уже не один год. Это разница, но он знает, что там будет меньше абстракции. И даже последнее время, что там есть виртуальные деньги, и даже в последнее время есть производные шлины, замес в реальными деньгами, реальной экономике города. За реальные деньги будут покупать виртуальные деньги. И виртуальные деньги без пользы, потому что в какой-то момент, как он был среди дел в России. То есть мы стали пользоваться по-видимому. Есть ли какие-то особенности, есть именно, ну, скажем так, как-то все там по-серьезному, но почему же не поверить, что в этом деньги можно пользоваться ими в нуждах реальной экономики. Но виртуальные деньги можно придумать только на основе реального деньги. Вот это вот некоторое историческое наблюдение о том, почему, зачем вот эти реальные деньги. Но неужели вот та реальная финансовая система, которая нам приводит деньги, чтобы не было в них, насколько я не верю, насколько мне не верю, что проводка, простите, привела к такой состоянию, что я могу выросить в таком виде, что в моем среклальной деле, где идти на 1% по другому. Здесь по третьему. Ну, это среклами, я придумал дикой, но на самом деле, с образом, придумал гениальную композицию, То есть 20 вещей. Зря ли денег он взял то, что нужно, придумал еще некоторые дополнительные виртуальные вещи, которые, на самом деле, я считаю, уникальны. Например, невозможность солгать. И технические системы провоцируют ввести пользователей этой системы себя так, что выгоднее говорить правду. Между людьми разного рода схемы. Как обмануть? Обмануть дорожку. Мы набираем финансовые вещи. Это валюты, это деньги. Мы хотим дорожок. В какой-то момент эта система начинает работать. Почему это работает? Я думаю, в полицию. Понятие недоговоренности людей, наверное, возникает какая-то ситуация. Они говорят о том, что это будет работа. И мы согласны считать, что такое значит, что это уже не уникально. Единственная процедура не закрутилась. Появился финансовый денег, скажем так, по слову. Без кое-то обходится на держат, что на быстрых держат можно обменять на другую другую валюту. Есть пользователи, которые просто будут упользоваться этой валютой. Этихнические, наверное, как две внутренние виртуальные продукты людей. Одна кукла майнеров, которая как-то изготавливает контейнеры для того, что в этой виртуальной экономике происходили ангарты. Второй вид, который ведет эти транзакции, складывая эти блоки, и эти блоки двигаются. Доставляются транзакции, доставляются с одного к другому. Получается, это такая простая идея. То есть, тут есть деньги, да? Но если мы запишем все входы, то есть деньги были одномерные. Добавляем все записи, какие статусы изменения этой валюты. Мы записываем. И каждый может прийти, проверим. Ну а дальше сложится какой-то простой шаг. Почему прошло? Потому что мы должны записывать какие-то цифры и время, когда это произошло. Мы можем делать не простые, Мы из простых цифровых полей, можно взять какие-то вычисления. Вычислимые полей. После этого возникает просто тракт. Обычный программизм. Мы не очень просты. Как в обычной бухгалтерской книге, вместо АУ, вместо 302 для техники. Мы начинаем писать скрипты, как просто сложный пульс и кризис. Ну, собственно... Ну, наверное, второй валюты, которая сегодня интересна, это Иссириум. Единственное, что не добавлено, это возможность смотреть самые динамичные. Ну, просто занятие. Ну, то другое. Вот, о чем мы думаем в обстоятельстве. Когда мы добавляем динамич, то, что возникает бухгалтер. Количество этих самых платформ, которые нам приговорили, в Владимире, тысячи и так далее, но, на самом деле, и при сегодняшнем тысячи. Зачем? Кажется, там придумали себе свою собственную валюту. Зачем? Зачем каждому свою валюту? Есть традиционные экономические науки, какие-то мысли по этому поводу. Зачем нужна наука? Кажется, в основном, как ограниченный валюту. Но, кажется, здесь есть. Что-то, по-моему, что... Тут тоже недостаточно времени. Просто буквально, как я могу сказать, что в случае такого достаточно. Нет. Да. Представить смысл такой, что многословная экономика по своему существу очень отстойчива. Точнее, есть некоторая уровень бахта экономики, его государство, международством, чьим. Которым существует привычное государство уменьшить институты. Институты часто могут заниматься, юридичные и так далее. Есть некоторая уровень, когда люди сопоединяются именно на основе своей собственной мотивации. И человек не принуждает. Вот взаимодействие на основе своей собственной мотивации. Да, я понимаю, что это в каком-то смысле уместимый концепт. Если у нас в городе один завод, и все ходят на этот завод, кто же ходит, чтобы все может быть объединены, то мы здесь, в данном случае, говорим о них, цифровой комплекс этих сообществ. Вот понятие глупых и сообществ окажется для их нормального функционирования очень полезно за два объединения. То есть есть целый список. Опять, за недостатком времени, просто хочется, наверное, в виде вопросов поставить эту времену. То есть есть профессиональные и профессиональные сообщества, есть клубы, есть отрасль, есть проекты. Кто уже выступал? Есть сословия, я не помню, типа, атакой исторических, как я говорю. Сословия христиан, сословия, там, учителей и так далее. Учителям нужны свои деньги или нет? Физикам нужны свои деньги или нет? Потому что учителям нужны свои деньги или нет? Оказывается, эта фантастическая концепция имеет свою проработку, и в веку не получило неожиданность в последующих вот такие техники. Как было, бывает. Получилось свое... Свои некоторые подтверждения. То есть если мы не хотим организовать свою дипломию, в рамках технических сообществ, нам нужна своя собственная валюта, свои деньги. Свои групповые, свои клубные деньги. Механизм уже есть. Вот это исследование именно этого, вот, что называется, вот этого феномена, ну, как бы, вот это одна из этих деньги, которые я так классирую. Нет, это нравится. Ну, тут, я думаю, за недостатком времени там был еще парк, ну, наверное, есть. Ну, пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, слушайте, ведь биткоин появился, ну, вы наверняка знаете, почему он появился. То есть окупая Уолл-стрит, банки заняли, то есть весь промышленность подмяли под себя, банки являются централизованными. Когда мы создаем свои деньги, мы уходим от банков, и промышленность становится самостоятельной. В этом весь смысл. Это свобода. Так это не биткоин? Это блокчейн или нет? Биткоин, биткоин. А вопрос чего? Так это не вопрос, это утверждение. То есть, ну, вы же знаете это. Почему вы задаете эти вопросы? Он провоцирует что-то. Да, провокация. От паразитов. Ну, от паразитов, да. От паразитов, да. От паразитов, да. Наши секции называют «спортация промоэкономики», да. То есть, вот, как появились и появляется новые формы, применение которых, оно может пообъяснить, ну, давать неожиданные эффекты, которые сейчас, пока, так сказать, вот, ну, я вам приду затрудняюсь. Но, вот, именно этот синомет, важный синомет, я хотел подчеркнуть, что, ну, по-разному, можно проектировать банка на 5-мейский коина, вырезать много чего, вот, если, например, что называется, в перелетких терминах виртуальных или криптовалютах, в терминах блокчейна. А блокчейн очень уязвимый. Блокчейн, он бессмысленный без криптовалюты, просто-напросто. Бессмысленный, да. А, то есть, почему это может исследовать какие-то базы данных? Почему это база данных? Это распределенная база данных, ничего нового. А виртуальных денег это та богатая концепция, в которой нужно думать не применять. Хорошо. Еще пару вопросов. Я прошу прощения, про биткоин, по-моему, все уже знают, значит, какой интересует эта тема. В 2015 году, в регионе, мне отрабатывали, как раз мы там с знакомыми с новыми командами, деньги, 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 обзор по мировым валютам, да, доллары и так далее. Кого интересует, давайте мне кандидат, а мы в том, что-то хочу, потому что заказ был, исполнен, ретактором года, журнал закрыли, и так далее. Вы понимаете, да? Поэтому, поставили версия, которую мы можем сбросить с обзором в карты и пристили, как бы 14 рублей. А тем очень серьезно. Но биткоины, они зря ребята прошли на конферкансы и на котировки. А так, что нет, наушники.